11.05, 25 марта 2013 года. Это программа «Ординет. Сегодня». Мы рассказываем о главных событиях цифрового пространства, интернет-бизнеса, того, что, как я часто говорю, является нашим настоящим, переходя в далекое и уже не такое далекое будущее. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Также нас можно послушать в подкасте в любое удобное для вас время. И, собственно, приступаем к обсуждению событий ушедшей недели. Меня зовут Максим Спридонов, гостья упуска, традиционные эксперты отрасли, которые вместе со мной будут давать комментарии к этим событиям. Это Александр Кулебякин, директор по маркетингу компании PayU. Саша, приветствую тебя. Привет всем. И Дмитрий Яковлев, гендиректор Ozone Travel. Добрый день. Значит, традиционно, коллеги, для вас и для наших слушателей оглашу главные события, которые мы вынесли в более основательные обсуждения. Это три события следующего характера. Первый из них. Компания IDC выпустила исследование относительно рынка пиратского софта. Какой ущерб несет от него российский бизнес? Какие выводы из этого можно сделать? Вторая новость, которую будем обсуждать основательно, это то, что главным драйвером роста рекламного рынка станет видеореклама RTB. Насколько точен этот прогноз медийного агентства Carat? Ну и более подробно об этом прогнозе. Как вообще развивается интернет-реклама в последнее время? Ну и третья новость, которая станет нашим ключевым событием, это рассказ о том, что Google запустил сервис личных заметок Keep. Насколько долгая жизнь ждет его? Сможет ли он соперничать с существующими аналогами? О чем говорят последние закрытия старых и открытия новых проектов корпорации Google? Попробуем сделать какие-то выводы, провести какую-то логику во всем этом. Это главное, о чем пойдет речь сегодня. Ну а традиционно в начале мы в экспресс-режиме пройдемся по другим, в общем-то, тоже важным новостям. Рунет сегодня. Первый из них PayPal наконец-то действительно зарегистрировал небанковскую коммерческую организацию в России. Лицензии компании пока нет, но она ее получит сразу после внесения установок капитала. Напомню, что информация появилась еще неделю назад, но тогда она не нашла подтверждения. Саш, с твоей точки зрения, насколько это изменит положение на рынке в Рунете, по крайней мере на рынке электронных платежей? Ну, прежде всего, хочу поздравить коллег с тем, что у них такой первый шаг к появлению их на рынке. Пробились? Да. Это, кстати, был тернистый путь. Еще неизвестно, пробились или нет. Они то выходят, то не выходят. Вроде бы уже пробились. Уже в последний раз последние подтверждения. Раз появились подтверждения, наверное... Уже были подтверждения, которые они денонсировали. Вот, я считаю, что если говорить про крупных мерчантов, то, наверное, им не будет интересно, в связи с того, что они предложат какие-то комиссии на себя брать, и, соответственно, мерчанту будет выгоднее напрямую работать. Растолкуйте слово «мерчант» для наших слушателей, чтобы... Это интернет-магазин или интернет-сервис, который принимает в свою сторону. Те, которые в итоге могут принимать или не принимать этот появившийся на рынке PayPal. Что-то услуги оказывает и отвечает клиенту. Вот. А, собственно говоря, как мы уже говорили, что деньги в PayPal, они все равно с карт с тех же самых появляются. И второй момент. Ну, если они этот сервис предлагают там мелким или средним, то тут вопрос с ихней программой защиты покупателей, которая может морозить деньги там на 30-40 дней, и просто такой оборот морозить для интернет-магазина было бы, наверное, невыгодно. Мне кажется, главный вопрос — это опоздал или не опоздал PayPal на вот эту вот ярмарку электронных денег и электронных платежей в России? Как ты думаешь, Дмитрий? С моей точки зрения, с точки зрения представителя онлайн-тревел, он, несомненно, опоздал. Вот. Онлайн-тревел в России появился в 2008 году. Это же дало мощный толчок к развитию процессинга и интернет-акваринга в России. Появилось много компаний. Еще компании продолжают выходить. И русские компании, и иностранные компании умеют делать такие штуки с онлайн-тревелом, которые PayPal, к сожалению, не снились и вряд ли они будут готовыми заниматься. В общем, стать лидером, как он является, скажем, в США или Германии, электронных платежей он не сможет. Смотря что заявлять, что считать лидерство в чем? Если лидер... В оборотах. В оборотах, не думаю. Не думаю. Потому что 4 миллиарда долларов онлайн-платежей за билеты в России в прошлом году, по оценке нашей компании, 60%, от 60 до 70% прошло через карту. И... То есть все это уже работает. Беспоиспало. Позже его увидим. Идем дальше. Русский язык стал вторым популярностью в интернете. Он незначительно обошел немецкий. Таковое результат исследования W3TEX. Лидерство принадлежит английскому, на котором написано более 54% документов в сети. Испанский занял четвертое место. Это достижение то, что мы на втором? Несомненно достижение. Потому что... Ну, конечно. Мы позже начали. Нас, не знаю, не так много, как испанцев. Хорошо? Это прям по лермотову, кажется. Я рано начал. Кончу рано. Обошли немцев и французов. Красота. Пойдем дальше. Месячная аудитория YouTube, между тем, достигла миллиарда человек. Об этом сообщено в блоге сервиса. Саш, видео все больше становится контентом, который предпочитают пользователи, получается. Да, но я бы хотел сказать, чтобы видео было все-таки полезным. Потому что, как нам по статистике, каждую минуту заливает 72 часа видео, просто непонятно в итоге, кто это все будет смотреть. Ну, там, конечно, большая часть это видео, которое интересно тому, кто заливает, и не более того. Однако, факт того, что сеть дозрела до видео полноценной и начинают его использовать. И, кстати говоря, в связи с этим еще использование рекламы в этом смысле, значит, монетизации, значит, возможности развития. То, что будем обсуждать чуть позже, кстати говоря, в одной из главных новостей. Это все тоже хорошие знаковые сигналы для нас, игроков отрасли. Ну, и, наверное, хорошая новость для тех, кто находится в сети как пользователь. Поскольку, ну, у него появляется больше возможностей, больше интересного контента и так далее. В общем, миллиард человек смотрит YouTube в месяц. Это некая знаковая оценка. Кстати, говоря, еще русский YouTube растет быстрее всех. Эта новость также появилась на прошлой неделе. За год количество просмотренных россиянами роликов выросло на 62%. По просмотрам мы сейчас занимаем восьмое место в мире. Первый из США, конечно. Таковы данные личной компании Channel Matter. Еще раз о том, что видеоконтент, в том числе в Рунете, доходит, видимо, уже и до регионов. Ну, мы знаем, да, что рост видеоконтента... Хороший интернет. Рост видеоконтента — это рост канала, прежде всего, ширина их. Не обязательно. Вот второе — популярность в интернете, да, русского языка. Я не думаю, что регионы особенно сильно помогают в этом. Они, конечно, помогают, но там все равно интернет-пользователей не так много. Не, ну сейчас есть факт, что происходит Рунета за счет именно регионов и старшего возраста. Вопрос в потреблении контента, а не в создании. Поэтому то, что русский язык стал вторым по популярности, это, ну, наверное, качество контента, потому что если зайти на ту же Википедию, там будет все равно русских статей меньше, чем по сравнению с... Точнее, там будет столько же русских статей, как французских, там, каких-нибудь немецких, но намного меньше, чем английских. Если говорить про то, что мы на Ютубе, русская аудитория, восьмое место сейчас, и это растет, то, наверное, это говорит о том, что на стране там появились хорошие пропускные способности и люди, которые могут... Ну и как следствие появляются те вещи, которые стоит смотреть россиянам. Появляются каналы популярные. Конечно, коллеги, контент, самый важный контент. По-моему, в десятку самых популярных каналов мира вошел канал Лунтик. Вот я боюсь сейчас соврать, но, по-моему, это так. Высоко там где-то, да. Да, достаточно высоко. Канал с мультсериалом российским. Мы, конечно, являемся подражательной культурой и до сих пор копируем очень многое, то, что сделано на английском языке, но, как всегда, когда мы копируем, мы осуществляем некий синтез, да. То есть мы это улучшаем, выводим на другой уровень и адаптируем для своих пользователей. Русского контента, ну, просто в разы больше за последние три года, я бы сказал, на Ютубе стало. Поэтому там и аудитория. Если бы у нас был отличный широкополосный интернет везде, но ноль контента на русском в Ютубе, это бы ничего не росло. Еще одно знаковое событие. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, которые легализовали понятие дистанционной удаленной работы. Более того, заключить договор об удаленной работе теперь можно также удаленно. Это важно. По обычной или полетронной почте. Мне кажется, очень хорошее знаковое событие. Ну, для нас, как руководителей разных подразделений, компаний в интернете. Это действительно круто, согласитесь, да, Саша? Да, я вот работаю с несколькими удаленными сотрудниками. Я могу сказать, что это выгоднее для бизнеса с позиции договорных каких-то отношений и того, что не надо содержать какие-то рабочие места в офисе. Но все-таки для меня... Снабжать и ворктехникой. Ну да. Саша, для меня неудобно. Да, должности, да, профили. Ну, вот люди занимаются маркетингом. То есть я, условно говоря, ставлю им задачи, там, что-то сделать, там, рассылки какие-то, там, разместить баннеры. Они все это делают, отчитываются. Но я хочу сказать, что если бы человек сидел рядом и был бы на расстоянии удаленной вытянутой руки, удаленной вытянутой руки, то, наверное, все-таки мне было бы удобнее и проще работать. Ну, это общее место такое. Действительно, работа в непосредственном контакте, она эффективнее, если ты еще правильно умеешь организовывать. Если ты руководитель, не аутист, да, и ты с нормальными с ними общаешься, несомненно, это эффективнее. Но, де-факто, удаленная работа часто, ну, при правильном структурировании, она позволяет и дешевле это сделать все, и порой эффективнее, быстрее развернуться. Там, как известно, в Москве не встит кадров о какой, и... Ну, не знаю, просто нужно этому научиться, потому что, ну, может быть, я немножко сам сопротивляюсь этому. Ну, то есть, там, у меня есть люди, и мне там, я говорю себе, там, признаюсь в том, что мне неудобно вот так вот работать. И мне просто, может быть, самому нужно там повернуть какие-то свои ограничения. Вполне вероятно, в том числе. Ну, кроме всего, тебе и таким, как ты, в помощь будут совершенствующие средства связи. То есть, видеосвязь становится более эффективной, стремясь к тому, чтобы, кстати, вообще проекции через лет 5-10, наверное, да? 3D-проекции, голограммы и так далее. Средства связи все равно не важны. Важна самодисциплина людей, как они умеют работать удаленно. Вопрос в том, что работодатели не очень умеют организовывать удаленную работу, сотрудники не очень умеют работать удаленно. Эффективна эта удаленная работа только для, на мой взгляд, только для каких-то изолированных проектов, вот, изолированных задач, когда человек зависит, грубо говоря, сам от себя, у него есть объем, и он работает на ней. Сейчас мы прервемся на пару минут, чтобы вступить в микрофон коллегам из новостной службы. Скорости продолжим. Не отключайтесь, дальше будет еще интереснее. Мы продолжаем. 11.18 в Москве. Это 25 марта 2013 года, говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте, то есть в записи. Программа «Родинать» сегодня – главные события ушедшей недели в области цифрового пространства. Меня зовут Максим Спиридонов, гостью выпуска Дмитрий Яковлев, гендиректор «Азонтревел» и Александр Кулебякин, директор по маркетингу компании «Паю». Мы продолжаем экспресс-обсуждение. Напомню, что в начале программы мы новости, которые не стали, не были названы нами главными, мы обсуждаем в режиме такого «Мэкспресс». Так вот, продолжаем обсуждать, поговорив о удаленной работе, о том, что Госдума, наконец, приняла поправки на этот счет, мы идем дальше. Значит, есть такая история, то, что специальные дивиденды, а также новости с Кипра, очень неприятные новости с Кипра, обвалили котировки Mail.ru Group на 15%, в самой компании, говорят, обычные корректировки акций. Нормально все здоровье Mail.ru, как ты считаешь, Саша? Я думаю, да, но я читал другую версию этой статьи, точнее, этого эффекта, то, что они там собираются платить какие-то дивиденды, и обычно перед этим там рынок замораживается и проседает. То есть, я такую версию... То есть, якобы это, в общем, в порядке вещей, да, Дмитрий? Не думаю, да, но у компании все хорошо с прибылью, с выручкой, она растет. Вот еще одна новость с компанией, кстати говоря, Mail.ru запустил новую версию календаря своего планировщика в электронном виде, ну, который есть практически в наборе каждой крупной компании, в экосистеме каждой крупной компании. Вот они тоже обновились, не знаю, что было прежде, честно говоря, не видел, но вот то, что они запустили, может извещать важные события при помощи СМС, принимать приглашение на встречи, можно по почте, то есть классический функционал. Вот это вот запуск календаря, это просто сигнал для инвесторов, что мы развиваемся все в порядке, или какой-то тренд развития, как вам кажется? Думаю, да, они поставили галочку там в продакт-портфолио, вот у нас есть календарь тоже. Саш? Мне кажется, это наоборот тренд, потому что они вроде как взялись за этот, ну, вообще за почту, и хотят ее сделать, ну, видим, какой-то более удобной. Я бы сказал, не за почту, а за набор бизнес-инструментов, которые у них находятся внутри проекта. Да, да, да. Но моя личная точка зрения, что все, кому нужны были бизнес-инструменты, они сидят на более бизнес-обороте. Они уже нашли эти бизнес-инструменты. Ну, Mail.ru как почта существует так давно, я уже не помню, в каком году я там ящик зарегистрировал, это, конечно, был мой первый ящик вообще в интернете, да, Mail.ru. Соответственно, какого не была бы почта, какие не были бы другие сторонние сервисы, я уже оттуда не уйду, да, то есть настраивать там переадресацию, чтобы удобнее читать почту. Я, в конце концов, клиенту установлю какой-нибудь другой. В этом и есть смысл букета бизнес-инструментов внутри каждой компании, закрепить с собой пользователя так, чтобы он уже никуда не ушел. Но я не уйду никуда оттуда, даже если ничего делать не было. Ты не уйдешь, ну, ты не единственный на этой планете, а появляются новые пользователи, те дети, которые там фотками обмениваются в Mail.ru, они вырастают, и им нужны бизнес-инструменты. Ну, согласен, согласен. Но только там моя мама, которая недавно появилась в Mail.ru, вот это просто как бренд, да, у нас есть почта, это Mail.ru. И вот всех отправляют туда, все люди, кто плохо знакомы с интернетом, для них нет ни Gmail, ни остальных уважаемых компаний. Ну, это еще раз можно вспомнить о том, что вот это для нас, люди из отрасли Mail.ru, это прежде всего место для такого развлекательного контента, развлекательных сервисов скорее, а для людей, нормальных людей, это, в общем, ну, чуть ли не главная точка, единственная точка нахождения в сети. Пойдем дальше. Руководители крупнейших компаний, IT-компаний США написали Обаме, это на всех случаев президент США, если вдруг кто-то забыл, а также в Сенат и Палуто-Представителей с просьбой скорректировать миграционное законодательство. Для иностранных специалистов высокой квалификации. Иными словами, Америке не хватает программистов. То есть хотят всасывать в себя новых в Facebook, в Google, в Yahoo, это все подписанты и другие, почти сотни компаний. Мне кажется, это такой хороший стратегический шаг, не вкладываться в обучение, а получить образованных специалистов за счет... Ну, поразительная новость, конечно, потому что именно, вот, я не знаю, конечно, друзья, это нерелевантная база, да, но все, что слышишь последние шесть лет где-то из Америки от высококвалифицированных разработчиков, что, ой, что-то стало сложно найти работу, то ты overqualified, тебя не берут, то денег мало, да. И вот вдруг, вдруг оказалось, что нет ресурсов. Возможно... Это надо что-то глубже понимать про Америку, что у них там происходит. Возможно, дело в том, что просто избаловались кадры в Америке и, как следствие, хотят получить большой поток квалифицированных, но недорогих разработчиков. Возможно, просто, да, хотят снизить... Это более... ...уровень запрата, это похоже на... Посмотрим, что у них из этого получится, потому что это может коснуться и нас с вами, то есть наши разработчики из наших компаний пойдут туда, в Америку, работать. Не хотелось бы, кстати говоря, потому что у нас тоже кадровый голод. Значит, ну, и последний новый, который возьмем, потому что времени уже не хватает. В экспресс-обсуждение в первом чтении приняты поправки в Гражданско-процессуальный кодекс, которые позволяют присутствовать в зале суда при помощи видеосвязи. Ну, вот такая любопытная история, то, что, ну, будущее, оно приходит. Пока еще не голограммой, пока еще не таким, не гиперпереходом, да, как это в фантастических романах, но уже видеосвязи по скайпу как-то так вот, что, наверное, тоже знаково, Саша. Ну, я, честно говоря, до конца не понимаю эту новость. То есть в каком случае человек будет по скайпу присутствовать в суде, который не хочет появляться в суде физически, но при этом хочет ответить там как-то лично. Ну, слушай, кейсов масса может быть на этот счет. Ну, наверное, это для человека, который в такую ситуацию попадет, наверное, это вариант таких каких-то решений своих проблем. Ну, хорошо. Я приветствую разумную автоматизацию везде, и мне кажется, что это поможет просто судьям быстрее рассматривать дела, потому что ожидать там свидетелей. Я тоже не помню, кому можно присутствовать в новом порядке по видеосвязи, но в любом случае, мне кажется, это улучшение. Все будет быстрее. Я понимаю, что можно свидетелям однозначно, а это много решать. Самое главное, что не откладывать заседания, не переносить их, из-за того, что свидетели не могли явиться там и так далее. Ну да. Пойдем дальше. Значит, на этом месте, переходя к главным новостям, хочу задать вам вопрос, коллеги. Насколько острой сегодня, на ваш взгляд, является проблема пиратского использования программ в России? Саша. Остро, да. Я просто в этом рынке достаточно давно, наверное, с 2005 года в софтверном. Я знаю по всем этим отчетам, какой уровень пиратства в нашей стране, как он резко падает, как он медленно падает. И в 2008 году, когда был кризис, он откатился снова на этот гигантский уровень. То есть там, условно говоря, 96% это пиратский софт там был. Вот, но я считаю, что те расходы, которые пытаются в эти отчеты, те недополученную прибыль, которые пытаются оценить в этих отчетах, они несколько надуманы, потому что, ну, потому что это все равно, что там, я не знаю. Короче, я не согласен. Ну, они носят такой элемент ажиотации некоторые для того, чтобы взбудоражить, типа того, что такие деньги теряются. Это безумие. Я буду представлять сторону пользователей, я не знаком с продажей софта. Я считаю, что проблема практически надумана в России. Мало того, что сама сумма, как мы уже начинаем соглашаться все, она немножко преувеличена, мягко говоря. То есть она представляет число скачек, умноженное на стоимость софта обычно, да, в этих отчетах. Ну, где-то так они считаются. Наверное. Вот, то есть этот софт никогда бы не был продан за эти деньги, которые за него просят. Никогда. Даже если закрыть все торренты, это не увеличит продажи никак. При этом, так же, как, есть такое понятие в онлайн-трейлере, билборд-эффект. Если известное онлайн-агентство снимает какую-то авиакомпанию из выдачи, значит, у авиакомпании падают продажи также и на сайте, собственно. Причем очень сильно, 25%, может быть, хит. Соответственно, я бы посмотрел, что будет, если убрать торренты. Насколько продажи упадут на самом деле. Потому что дистрибуция, она упадет. И я думаю, что это надо усмотреть, как канал рекламы, скорее, для софт-свердных компаний. Вполне вероятно, что нечто подобное мы сможем увидеть. То есть рано или поздно торренты частично или полностью могут прекратить. Я по поводу торрентов скажу, что это все-таки канал распространения. И даже нормальные компании, которые занимаются дистрибуцией софта, могут использовать этот канал. То есть не надо его считать только пиратским. Это канал распространения. Это просто протокол. Это, да, протокол. Пропространение, да. А еще бы я сказал, что все-таки не совсем я согласен с ценовой политикой для нашей страны. То есть, условно говоря, если выйти за пределы Москвы, среднюю зарплату взять и стоимость софта, то получится несоизмеримо, если сравнить с той же какой-нибудь Америкой. Поэтому я все-таки для развивающихся рынков делал бы какую-то другую страну. Давайте сейчас послушаем, собственно, новость про рассматривающую ситуацию американскими наблюдателями. Аналитическая компания IDC представила исследование, посвященное рынку контрафактного программного обеспечения. Среди прочего, аналитики утверждают, что основным источником пиратского софта является интернет, откуда пользователи скачивают почти половину всех нелицензионных программ. При этом 76% контрафакта несет в себе компьютерные вирусы. Потери российского бизнеса от вредоносных программ, согласно подсчетам исследователей, могут составлять более 4 миллиардов долларов в год. Следует добавить, что исследование проводилось по заказу компании Microsoft. С декабря 2012 года по февраль 2013 года в 10 странах, включая Россию. Microsoft, пожалуй, и есть главный, кто страдает от пиратства софта в России, да? Дмитрий. Ну, думаю, да. Они являются продуктом Microsoft, есть у всех. Еще Adobe есть, но Adobe, мне кажется, совсем не смогла продать свои продукты в таком количестве, сколько их скачивают, за такую цену, которую они хотят в России. Просто есть прекрасный кейс с играми, когда появилась компания «Русский щит» в конце 90-х, в начале 2000-х, а с другой, которые просто ходили и физически люди отслеживали, чтобы релизы вчерашние не продавались в ларьках. То есть, да, на уровне договоренности. И в то же время резко была снижена цена лицензионной игры. Да, она составляла, ну, только на 20-30% была дороже пиратской. Это создало рынок игр, ну, игрового софта, продажи в России, которого не было, он был 100% пиратский. То же самое делает Steam, да, у которого цены на Россию, они и другие в рублях, в отличие от долларовых цен. И все это работает, да, люди получают деньги. Поэтому, мне кажется, что, ну, продукт не может продаваться за такую деньги, как хотят продавцы. И это основная проблема. Именно поэтому его скачивают. То есть, дистрибуция через торрент, ну, это на самом деле тяжелое дело. Людям плохо знаком с интернетом найти что-то в торрентах, скачать, это проблема все равно. Надо, ну, разбираться. Да, если бы это был обычный стор, и в нем можно было бы купить все за нормальную цену, люди бы покупали бы. Моя глубокая убежденность, да. В титре Максим Спиридонов, который мы используем для вопросов по время прямого эфира программы, спросили, при помощи каких мер можно значительно снизить уровень пиратства в Рунете. Вот такие ответы получаем. Убедить всех, что ВКонтакте это не пиратский сайт. Почему-то вот все именно ВКонтакте сносят пользователи. Значит, убедить, далее, соблюдать два фактора доступности качества. Ну, логично, да. Серьезно упростить способы покупки, закрыв аудиораздел ВКонтакте. Опять-таки, почему-то ВКонтакте сносит. Мы сейчас говорим о программах. Легализовать пиратство. Еще такой ответ пользователей. В общем, вариантов по предложениям множество. Суть, пожалуй, одна, то, что сегодня все еще область софта, область общественного контента более широко находится в процессе становления, поиска себя. И этот поиск это разворот друг к другу и правообладателей, и, собственно говоря, пользователей. Вот таким образом мы продолжим разговаривать про главные новости Рунета буквально через несколько секунд. Пауза была недолгой, мы продолжаем. Программа о главных событиях ушедшей недели в области цифрового пространства. Самое интересное из онлайна, так сказать. 25 марта 2013 года, говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте. Если вы этого еще не делаете, рекомендую так поступать. Вы можете найти Рунет Сегодня либо в iTunes по запросу Рунет Сегодня, собственно говоря, либо на сайте финам.фм и подписаться на ленту подкастов для того, чтобы не пропускать ни одной программы Рунет Сегодня с ценнейшей информацией и важнейшими комментариями экспертов, которые приходят к нам каждую неделю. Меня зовут Максим Спиридонов, гости выпуска Александр Кулебякин, директор по маркетингу компании PayU и Дмитрий Яковлев, гендиректор Азон Тревел. Значит, коллеги, перед обсуждением традиционный вопрос. Как вам кажется, с какого года реклама в интернете перестала быть экзотикой, когда она стала безусловной составляющей джентльменского набора почти любой крупной рекламной компании? Когда это случилось, Саша, на твой взгляд? Знаешь, это мне напоминает анекдот, когда я сам не помню, когда пропустил этот удар, боксер говорит. Вот, мне кажется, что я просто всегда был на рынке e-commerce, и мы постоянно убеждали заказчиков в том, что пора там выходить в интернет, в интернете там коммуникации дешевле, сайт там стоит сделать дешевле, но при этом это там ваш буклет, который там все-таки какие-то... До того поубеждали, что сами поверили? Да, это было там в начале 2000-х, в середине 2000-х все там резко там пытались поверить в контекст, что это там иногда выгоднее, чем там все оптимизации и тому подобное. Вот, и... А потом вдруг так и стало? А потом вдруг, да, там начали говорить, что аудитория там морды Яндекса, не знаю, соизмерима там в стиле с аудиторией первого канала. Главная страница, да? Да. Ну, просто это говорит о том, что, ну, интернет растет, да, там потоки людей там меняются. Блин, а ты можешь куда-то назвать, как тебе кажется? Нет, потому что я тоже всю жизнь жил в интернете, и здесь, как говорится, два мира, два шапира. Есть транзакционная реклама, да, направленная именно на e-commerce, на транзакции, которая, она неотъемленным, а всегда была просто... То есть она была, ну, всегда... Нагребные действия на покупки. На покупки, да, то есть даже когда это были баннеры, им нужны были клики, это было единственное средство, да, эти баннеры, exchange, networks и так далее, русские, там, много их было когда-то. Все равно это люди говорили про продажи. И есть медийка, которая заказывает совершенно другими людьми, она даже кончается, возможно, не в интернете, да, то есть это просто как билборды тоже, но в интернете. И здесь я не знаю, с какого момента люди посчитали, что это эффективно, потому что это абсолютно другой какой-то мир интернета, по большому счету, исключая рекламные площадки агентства, которыми занимающиеся, и компании, которые получают доход, мало касающиеся. Я просто рекламные компании, рекламные фирмы, которые занимаются продажей рекламы, они говорили, рекламную компанию нужно делать комплексно, там, лиды нагоняем, допустим, каким-нибудь контекстом, а медийной рекламной компанией создаем имидж там или что-нибудь в этом стиле. Так и сейчас говорят. Ну, нужно же было продавать. Ну, сейчас говорят, что мы делаем всеобъемлющую компанию, и телек у нас, значит, делает покрытие этим, а интернетом, забывайте их термины, там очень много профессиональных терминов, короче, догоняются они интернетом, да, то есть достают людей и показывают им еще раз баннер, чтобы они вспоминали. Контекст без телека – деньги на ветер, короче. Наоборот, медийка без телека – деньги на ветер. Сейчас послушаем про последние замеры витальных кондиций онлайн-рекламы. Медийное агентство Carat опубликовало исследование, в котором предсказывается развитие мирового рекламного рынка. Согласно представленным данным, реклама в Рунете составляет 22% от общего объема медиарынка России и, по прогнозам, вырастет в этом году на 28%. Основными факторами роста аналитики назвали видеорекламу в сети и развитие технологии Real-Time Beading. Исследование было общемировым, посвящено всему рекламному рынку, а не только интернет-рекламе. По прогнозу агентства, сделанным на основе данных, представленных отделениями Carat в разных странах, рост объемов рекламного рынка будет наблюдаться во всех регионах Земли, в том числе и в Западной Европе, где последние годы наблюдалась обратная тенденция. Они уже несколько перенасытились. И везде драйвером роста будет выступать сегмент диджитал. Причем наиболее активный рост объемов рекламных бюджетов произойдет в России и Бразилии. Во многом это связано с проведениями зимней Олимпиады в России, в Сочи, чемпионата мира по футболу в южноамериканской стране. То есть ничего принципиально нового не сказано, но выводы, которые подтверждают наблюдения многих экспертов, интернет-реклама продолжает рост, хотя уже не такой бешеный, как прежде. Рост будет о многом на RTB, новой технологии, которую сейчас все очень любят и обсуждают, и на видео. Так получается, да? Я опять говорю, я не знаю, во-первых, что люди считают, как они считали. Они считали объемы рекламы заказанной через агентства, объемы площадок. Контекст явно не входит в расчеты, по-моему, карата, на мой взгляд, потому что контекст растет у Яндекса быстрее. И составляет... Это общезвешенная оценка, то есть контекст растет быстрее, но медленнее растет медийная реклама, например. Я подозреваю, что они вообще не считают контекст. Потом, опять же... Это вряд ли, это огромная такая доля. Естественно, просто у Яндекса она там превалирует над медийкой просто существенно. Даже у Mail.ru они составляют половину, все равно. Практически равно доходам от сервисов в социальных сетях. Ну, там... Мы можем сейчас погружаться в структуру расходов. Mail.ru там, действительно, игровое направление очень много приносит, у Яндекса нет. Ну, в общем, факт то, что контекст, скорее всего, здесь присутствует, потому что это огромная часть пирога. Контекст растет быстрее гораздо, чем... А баннерная гораздо медленнее. Да. И даже снижается, о чем все отчитались. И Яндекс, и Mail.ru. Окей. Саш, что добавишь? Ну, я могу сказать, что там, понятно, что Россия, Бразилия, страны БРИК, это развивающиеся рынки, появляются там какие-то e-commerce, там, проекты. И, соответственно, появляется расходная реклама этих проектов, появляется аудитория, которая кликает, появляются доходы рекламодателей на эту рекламу. Вот. И понятно, что в свое время выпущенная технология, она, ну, в какой-то момент становится интересной, я все пользуюсь, в какой-то момент она перестает быть эффективной, ну, потому что цена там клика не соответствует. Это было с контекстной рекламой, это было с медийной рекламой, сейчас новая паранойя на рекламном рынке всего мира, это RTB. Че, ретаргетинг. Да, то есть сейчас это будет эффективно, там, может быть, лет через 10 придумают новую технологию, потому что RTB перестанет быть эффективной, ну, просто это обычное развитие рынка. Больше людей в интернете, больше компаний в интернете, соответственно, больше рынок. Дай послушаем комментарий Бориса Мельницкого, это президент интерактив-эндрайзинг-бюро «Раша» и директор по развитию компании «Этфокс». Он, думаю, развернуто скажет, как специалист. Борис, ты с нами? Да, я с вами, добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги. Я хочу сказать, что прогнозы позитивные развития рынка интерактивной рекламы в двузначной цифрах, сделанной не только каратом до 2014 года, но и несколькими другими измерителями даже до 2016 года. Вот эти позитивные прогнозы, наверное, являются отражением вообще такого большого позитивного прогноза развития российской экономики. И я хочу сказать, что главное во всем этом то, что подобная ситуация стимулирует инвестиции в развитие интернет-рекламы. И в целом это будет позитивно влиять на улучшение продуктов для рекламодателей. Я согласен с тем, что видеореклама и RTB-технологии будут основными драйверами. Сейчас действительно, кстати, вы упоминали о том, что там какой-то Яндекс стал больше, чем аудитория Первого канала. Вообще ежемесячно в России смотрят больше 10 миллиардов видеороликов в месяц. То есть это гигантская аудитория, которая сейчас недомонетизирована, и цены на видеорекламу сравнимы с телевизионной рекламой. То есть все это будет расти, потому что там, где есть аудитория, там же есть и интерес, и деньги рекламодателей. Борис, а скажи, пожалуйста, как с твоей точки зрения будет развиваться интернет-реклама, так сказать, в будущем среднесрочном? 3-5 лет? Вот с такими темпами означает ли это, что интернет, как вот в фильме «Москва, слезам не верят», будет повсеместно? Там вот говорилось о телевидении, а сейчас вот он съест телевидение, съест печатку, съест радио. Всех ли он съест и съест ли вообще? На самом деле сегментирование, разделение медиаканалов, оно тоже будет меняться, потому что, ну, скоро-скоро, в ближайший год, 2-3, все мы купим себе смарт-ТВ подключенные, и будем через большие устройства, которые выглядят как телевизоры, потреблять контент интерактивно. И туда будут встроены, не знаю, с одной стороны, пиплометры, а с другой стороны, все те возможности по дальнейшей конверсии после контакта, как и в интернете. То есть можно будет не только посмотреть там ролик, но через него сразу же и товар заказать. Ну да. На самом деле технологически все это уже есть там в виде модели, можно это пощупать, посмотреть. Вопрос того, как вся инфраструктура подтянется. И рекламодатели научатся это заказывать и подготовят свою инфраструктуру для этого. И зрители будут готовы, если они смотрят передачу про, там, не знаю, автомобили, тут же предлагают тест-драйв, и тут же тест-драйв в соседнем салоне. Можно ли сказать, сказать, что ты говоришь, извините, пожалуйста, прерываю, у нас немного времени, можно ли сказать, что вот одна из важнейших тенденций в интернет-рекламе, которая предстоит в дальнейшие годы, это интервенция, если можно так выразиться, интернета с его видеосоставляющей и интерактивной составляющей в экран в гостиной, то есть еще один экран. У нас был экран, освоен экран компьютера, уже освоен экран мобильного телефона, экран планшета, и вот интервенция сейчас, которая активно готовится, это интервенция в, так сказать, самую вотчину телевидения, в экран гостиной, который перестает быть просто телевизором, становится еще и компьютером. Можно об этом говорить, но это часть, на самом деле, такого мультидисплейного потребления. Когда ты смотришь телепередачу, зачастую у тебя в руке iPad, ты там подсчитываешь какие-то интересные факты, если вдруг услышал, и тебе нужно в них углубиться. То есть сейчас уже, я не знаю, человек не выпускает из руки смартфон, и если у него что-то такое зачесалось, он тут же мгновенно удовлетворяет свое любопытство. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий Бориса Амельницкого, президента интерактивного бюро Russia и директора по развитию компании AdFox. А мы продолжим дискуссию на засчет. Дмитрий. Мне кажется, здесь существует большая путаница. Телевизор — это всего лишь средство распространения сигнала, это всего лишь канал дистрибуции. Соответственно, смарт-ТВ как инструмент, он, мне кажется, ничего не изменит. Изменится, когда телекомпании, те, кто люди называют телевидением, те, кто даже не телевидением, а контентом, начнут делать другой контент, другого формата. Вот упомянут там мультидисплейное потребление, но вопрос здесь, при чем здесь телевизор? Да, это контент должен быть под это готов, когда вы можете открывать, не знаю, сайт или не сайт, что это будет в это время приложения, смотреть там текст, на каком-то экране смотреть изображение, останавливать и так далее. То есть здесь к смарт-ТВ, к самому, как он существует сейчас, это отношение не имеет. Это имеет отношение к тому, как компании будут готовить контент, в каком виде, да, поэтому... Ну смотри, смарт-ТВ — это, видимо, некая ступенька эволюции. Не знаю, вы пробовали смарт-ТВ пользоваться? Я пробовал. Я купил себе специально самый какой-то навороченный телевизор буквально недавно, недели две-три назад. Я в нем пока еще не разобрался толком, но понимаю, что там уже реально компьютер с веб-камерой, с тором приложений, как мобильным устройством. Ну, то есть вопрос в том, что если это мы делаем просто моноблок с огромным экраном, да, зачем это называть смарт-ТВ? Пожалуйста, научитесь делать контент, который мы сможем потреблять на нескольких устройствах одновременно. Да, как прекрасная идея мне понравилась, да, вы смотрите ролик, по телефону вы что-то уже заказываете или с айпада вы заказываете то, что вы увидели. Отлично, но только почему здесь смарт-ТВ? Контент у вас должен так работать. У вас медиа и технологии должны это поддерживать. Ну, контент доберется, но я не вижу проблемы здесь. Я имею в виду, что, ну, это не просто контент, это, грубо говоря, у вас идет ролик, видео, да, в чем-то, в устройстве. Какое-то еще устройство с ним связано по блютузу и может там рекламу распознать и что-то сделать. В общем, получается, что будет некое, в идеале, единое цифровое пространство. Смартфон, планшет, компьютер, не знаю, интерактивная стена в гостиной и сам телевизор. Все это будет едино, все это будет и коммуникационным, и информационным, и развлекательным, и рекламным пространством. Так получается? Да, должно быть так. И это уже фактически наше будущее, ну, не такое отдаленное. Наверное, 3-5, ну, 7 лет, вот, то, что я нарисовал, оно будет в большинстве домов, если, ну, по крайней мере, в значительной части этих домов. Возвращаясь к рекламе, я хотел бы сказать, что... Извини, просто уже нет времени, нам нужно идти дальше, к сожалению. И в скорости речь пойдет о новом сервисе Google, который мы, собственно говоря, основательно и обсудим. Продолжаем. Главные события ушедшей недели в области цифрового пространства. Обсуждаем их вместе с экспертами отрасли. Меня зовут Максим Спридонов, а сегодняшний гость это Дмитрий Яковлев, гендиректор Азон Трайвел, Александр Кулебякин, директор по маркетингу компании PayU. Значит, последняя новость осталась с коллеги, и ее, собственно, попробуем обсудить основательно. Или, да, последняя, смотрю по времени, действительно. Частый вопрос, который задаю вообще гостям программы, это где у вас почта, календарь, онлайн-документы, иными словами, чьей инфраструктурой пользуетесь? Мы сегодня уже обсуждали вопрос инфраструктуры, вот ты чьей пользуешься, Александр? Я пользуюсь гугловской почтой, гугловским календарем, причем активно я пользуюсь. И, а по поводу заметок, то это Evernote. Ага. А ты, Дмитрий? У меня вот телефон на платформе Windows, соответственно, я пользуюсь для хранения файлов SkyDrive, почта корпоративная, e-mail.ru и Яндекс, там какая-то старая почта есть, я ее читаю, и календарь тоже корпоративный. То есть я не веду там свои какие-то контакты в сети Evernote и OneNote для заметок. Ага. Ну, в общем, предсказуемые ответы. Я думал, что будут в обоих случаях Google. У меня тоже Google, так же для того, чтобы определить вот в нашем случае расстановку сил. Ну, сейчас давайте про новинку в конюшне этого самого Google и послушаем. Корпорация Google официально представила сервис создания заметок Google Keep. Инструмент позволяет делать текстовые записи, а также прикреплять к ним аудиофайлы и фотографии. Сервис имеет мобильное приложение для смартфонов на платформе Android, которое синхронизируется с декстопной версией Keep при помощи облачного хранилища Google Drive. Видели то, что получилось с Google? Только скриншоты, да, совершенно верно. Я посмотрел, и буквально как это работает. В общем, ну, как бы, типа такой почти что Evernote, но в первичной версии. Простенький. Заметки, кстати говоря, тоже напоминающие недавно убитый Google-ом же невинно убиенный сервис ноутбук, если помните. Ну, как бы, вот этот старт, он для вас значит что-то? Ты, скажем, вот используешь Evernote, ты используешь Evernote. Вот, собираетесь перебираться на гугловский? Нет. Почему же так? Не знаю, он работает, не трогай, что называется. То есть, я как, почему я пользуюсь Windows, там, телефоном, был очень рад, что он вышел. Я пользовался Windows, КПК и так далее. Я с Windows с 90 какого-то года. Меня, как эта инфраструктура встраивается в мой компьютер, в том, чем я пользуюсь, меня больше чем устраивает. Evernote, ну, просто стороннее приложение получается. И так же, как оно меня устраивает сейчас, мне нет смысла переключаться. Вообще, я думаю, что не будет таких приложений, которые будут забирать на себя основное внимание аудитории, что это время ушло. Скорее всего, будет много разных. Да, они все будут все похожи, возможно, в чем-то. Но так как людей становится очень много в интернете, соответственно, здесь играет роль чистый маркетинг. Кому-то нравится зелененькое, кому-то, что кнопочки слева. И в основном аудитория начнет такие... Чем больше дальше интернет и смартфоны от гиков, тем больше будут такие вещи играть. Или модель дистрибуции, да, то есть просто Google возьмет всем, насильно установит. Вот и станет популярным приложением, а Evernote будет страдать. Ну, как сказать, Google пытался насильно установить всем Google+, например. Пока еще это удалось только отчасти. То есть все знают о том, что он существует, но пользуются единицы. Саш? Я хочу вернуться, да. То, что я с Evernote никуда не уйду, ну, просто потому, что для меня он работает. У нас здесь предстоят клятвы верности Evernote. Меня тоже Evernote, я тоже очень активный пользователь. Вот. Я единственное хочу сказать, что мне кажется, там история совсем в другом, потому что Evernote, он как бы зарабатывает на этом. Там у них, я не знаю, 90% это, наверное, бесплатные пользователи, такие, как мы, и которые, если уйдут... Я платный. Если уйдут, допустим, на Google Keep, то там, допустим, в расходах ничего не потеряется. Я понимаю, что... В расходах, в смысле? В смысле, да. Вот. А Evernote, это там же, в основном, там корпоративные пользователи делают общие блокноты. Это как база знаний работает. Я там видел и студии Лебедева с этим активно там пользуются. И я читаю блог Evernote, и там постоянно они выкладывают кейсы, как в своем бизнесе в основном используют, там, малый бизнес и средний. Вот эти вот заметки, там, идеи, какие-то там обсуждения договоров. Если бы нужно объяснить суть Evernote, вообще суть того сервиса, который мы обсуждаем, Google Keep. Ну, в общем, и там, и там она одна. Дается возможность пользователю вставлять текстовые, графические видеофотографии или картинок, или аудиозаметки. По-моему, аудио пока что у Google нет, у Evernote точно есть. Оставлять, ну, и хранить их удобным образом, сортировать в виде блокнотов, вставить такие ключевые слова для их поиска, последствия, ну, и так далее. У Evernote довольно давнишний и самостоятельный бизнес. Вот мне пишет редактор, что у Google есть аудио. Ну, у Google есть аудио, замечательно. Это не принципиально для нас случае. У них все-таки начальная стадия, все равно формирование, и Evernote ушел несколько дальше. Мне кажется, что вот здесь что интересно во всей этой истории. Первое. С позиции Google такового. Вот это его перестройка проектов. Убийство Google Reader, которое планируется, очень важного для многих таких вот гиков. Потеря-потерь. Да, потеря-потеря. Об этом я сейчас скажу еще отдельно. Проблемы с API, карт, которые важны для бизнесменов. Сама история формирования некого джентльменского набора для бизнеса. Вот мы уже понимаем, что сегодня есть некий, естественным образом, выросший эволюционный набор электронных инструментов, которые каждый предприниматель, ну, предприниматель даже не так, каждый человек, имеющий отношение к какой-то управлению и работе в управляемой среде, дисциплине хоть какой-то, самодисциплине, в конце концов, он эти инструменты принимает. Это электронная почта, это, видимо, какой-то ежедневник электронный, календарь, это, видимо, какой-то сервис заметок, так или иначе. Ну вот, пожалуй, главное-то я и назвал. Ну и сервис коммуникации. Для большинства это скайп или что-то подобное. Нет, по файлу. Еще спрайтшиты, документы. Да, верно. Да, и сервис документов. Вот это вот суммированный на сегодня, похоже, что уже почти завершенный предварительный набор инструментов для сегодняшнего делового человека. И вот интересно, что еще вот в этом контексте этой новости. Будем ли мы всеми подсажены на экосистемы, где все эти нужды заполняет один игрок? Скажем, Google. Или, скажем, Microsoft. Или, скажем, Apple. Сейчас пытаются они сделать каждый из них. Пытаются нас вот с этими щупальцами спута охватить. Или эти функции будут раскиданы по каким-то крупным специализированным игрокам, как Evernote, например. Вот в этом смысле Evernote я хочу послушать запись комментария Степана Пачикова. Это основатель Evernote. Нам удалось это сделать. Мы спросили его, как он относится к запуску Google Keep, и не испытывает ли он опасений, что Google теперь вытеснит его компанию с этого поля. Я практически верен, что мнение руководства компании мало отличается от моего. Но вот хочу, чтобы вы понимали, что я высказываю свое личное отношение. В целом, реакция скорее положительная. С самого начала, когда я начинал Evernote, у Google была программа Google Notes. И когда я ходил по инвесторам и пытался объяснить им важность этого подхода, они сказали, ну как же так, вот уже есть Google с программой Google Notes. Но в результате, как вы понимаете, Google программу закрыл, оставил нас почти единственными на рынке. Сейчас он перегруппировался, вышел с новой программой, надо на нее посмотреть. Во-первых, конечно, если они сделают очень хороший сервис, который будет поддерживать все платформы, как поддерживаем мы, этот сервис будет поддерживать и Windows, и Apple, и iPhone, и он будет по всех отношениям очень хорошим, нам будет труднее. Но мы будем стараться сильнее и лучше работать. Конкуренция сначала кажется страшной, но в конце концов она мобилизует и повторяет. И крестность идеи очень важная вещь. Поэтому в целом, моя первая реакция на это, скорее оптимистическая для будущего Иванова. Заодно дам тогда из Твиттера ответы. Мы в Твиттере, Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере, который мы используем во время программы для того, чтобы задавать вопросы, спросили. Спросили мы следующее. Сейчас найду этот текст. Какими сервисами для создания заметок вы пользуетесь? Нужны ли они массовому пользователю? Кстати, это важный момент. Осознал ли массовый пользователь на сегодня необходимость этого сервиса? Ну и ответы такие. Springpad для заметок, Pocket для сохранения страниц для дальнейшего чтения. Человек продвинутый совсем. Значит, далее, пользуясь Dropbox. Короткий ответ. Ну, это не совсем то, но Dropbox тоже можно в таком ключе использовать при желании. Тексты файла, да. Кстати говоря, я вот не сказал, что, пожалуй, Dropbox, это тоже один из таких вот элементов джамберского набора возможный. Хотя, отчасти он сдублирован, скажем, в Google Drive. То есть, в итоге, сервис сохранения файлов и сервизации файлов, как Dropbox, они, получается, сливаются, как в случае с Google Drive, с сервисами документов. Там еще хорошо то, что их можно использовать совместно, их можно шерить, файлы и так далее, передавать. Вот, хороший еще ответ на вопрос по поводу массового пользователя. Разве массовый пользователь делает такие заметки, которые нуждаются в синхронизации между устройствами? Вот этот вопрос большой, да? Насколько этот инструмент на сегодня использован массовым пользователем? Как он будет дальше жить? Это еще вопрос. Еще ответ. Только Evernote, если помогает и удобно, значит, нужно. Опять ответ Evernote. Опять ответ. Пользуйтесь Evernote. Широкая интеграция с другими сервисами, удобный и совместный доступ с разных устройств. Вот. Ну и так далее. Еще ответ. Удобнее Evernote. То есть, многие тут наши пользователи, собственно, этим и себя и занимают. Вот, возвращаясь к вопросу, кто же будет что использовать? Будем ли мы сидеть на одной платформе или нет? Я думаю, вот я, например, массового пользователя в случае Evernote и корпоративного в случае продуктов Microsoft. То есть, я думаю, так и будет. То есть, люди будут диктоваться корпоративной культурой и инфраструктурой, и экосистемой, которую они используют. Да, там, перестал Yahoo, по-моему, раздавать телефоны, раньше вообще раздавал насильно телефоны для мобильных пользователей, для своих удаленных. То есть, им говорили, вы будете работать, я просто не помню, какой Apple или Android, не буду выдумывать. Вот, вы будете работать все вот в этой инфраструктуре, в экосистеме для работы. Но при этом, так как смартфоны дешевы, у людей бывает уже 2-3 телефона, или на одном том же телефоне могут держать разные приложения. То есть, Evernote для меня, это для моих личных вещей, да. Я синхронизирую компьютер и телефон. Я хочу что-то скинуть на телефон, чтобы потом посмотреть, с десктопа, чтобы потом это посмотреть, да. В общем, ты полагаешь, что будут существовать как вот такие большие корпорации с большими экосистемами, так и будут отдельные. То есть, их они не убьют, эти большие корпорации. Мне кажется, нет. Сад, согласен ты? Ну, мне кажется, что насильно не заставишь пользоваться этими сервисами, если только как... Ну как, есть корпоративный стандарт, ты приходишь, у тебя винда, и все. Или ты приходишь, у тебя гугл, и заставляй, не заставляй. Я вот хочу что-то еще включить, у нас осталось буквально полтора минут, значит, мне значительная часть интернет-специалистов, АКИП можно выразить, вот АКИП, гугл КИП, да, словами Ом Малика из аттритетного IT-издания ГигаОм, приведу его в переводе Лента.ру. КИП может быть хорош, написал Малик, может быть он даже лучше, чем Оверноут, но я не буду им пользоваться. Знаете почему? Гугл Лидер. Я провел на этом сервисе 7 лет своей онлайн-жизни, я присылал им отзывы, использовал его для запущения информации, они взяли и убили его, как мясник убивает цыпленка. Вот этот вопрос, тоже очень важный вопрос, когда пользователи верят или не верят в то, что корпорация, давая им инструмент, важный для них инструмент, который они хотят работать и жить, с которым они собираются годы, а может быть десятилетия, они должны быть уверены, что он будет жить. Вот сейчас Гугл, эта уверенность, он несколько… Это основной вопрос ухода в интернет-технологии, в облака для всех компаний, больших для бизнес-пользователей. Бизнес-континьюйте, если все сломалось или если компания разорилась, от кого нам брать наши файлы и как нам восстанавливать нашу инфраструктуру. Поэтому здесь тоже один игрок, не знаю, как это будет, все стараются риски минимизировать, да, и, конечно, никто не будет пользоваться SkyDrive и Dropbox одновременно, но, по крайней мере, все все будут держать и локально, и так далее. Ну, в общем, еще впереди тоже отстройка того, как будет жить и работать эти экосистемы, да? Ну, я думаю, что… Пять секунд, Саша. Да, в любом случае, бизнес овернотов в заметках, а бизнес гугла в другом. Окей, меня зовут Максим Спиридонов, это была программа «Рунет» сегодня, спасибо вам за то, что слушаете, слушайте нас каждый понедельник и всего хорошего, пока!